И что сегодня избирателям обещали не только лидеры предвыборных рейтингов в обзоре корреспондентов событий. Спасибо большое. От кого в подарок цветы, от кого зарисовки с морем и домом. Юлия Тимошенко поехала в Николаев посмотреть, как налаживают свой быт военнослужащие, переехавшие из Крыма. Главная просьба детей к кандидату в президенты помочь их семьям вернуться домой. Нам нужно вернуть Крым в Украину. И мы это сделаем достаточно быстро. Я думаю, что после президентских выборов у нас будут все возможности для того, чтобы вернуть мир, спокойствие в Украину и вернуть Крым. В Киеве тем временем Олег Тегнебок соблазняет избирателей другим обещанием. Свобода готовит законопроект, который очистит ряды милиции. Тегнебок подчеркивает, речь идет не о люстрации, а о дополнительном квалификационном тесте. Очень много вопросов было до действий правоохранительных органов, в частности, милиции. И Свобода подала законопроект о переаттестации украинской милиции. Надеюсь, в ближайшее время этот законопроект будет ухвален. Петр Порошенко сегодня больше говорил о Востоке. По словам кандидата, референдум 11 мая о статусе Донецкой области состояться не должен. Не имеет никаких легитимных основ для любого, даже опытования, которое не имеет юридических наследств. Это сценарий, это технология для того, чтобы поселить сепаратистские действия. За целостность Украины, но уже из Харькова, выступал еще один кандидат. Сергей Тегибко заявил, всем политикам нужно перестать спекулировать на темах, разделяющих страну. Я призываю к спокойствию, к терпимости политической. Сегодня других вещей быть не может. Правительство должно делать определенные шаги навстречу восточным регионам. Это не политика предвыборная, это просто разумная политика. Правда, какие шаги должно предпринять правительство, кандидат в президенты не уточняет.